У прямому эфири. З Киева. Савик Шустер Студия презентует. Вы будете гарантом свободы слова? Буду. Доброго вечера, прямой эфир со свободом и самая свободная программа в Украине на Первом национальном и телеканале Эра. Наша аудитория сегодня представители Украины со всех регионов, всех возрастов, мужчины и женщины. Что интересно, мы задали вопрос нашей аудитории до программы. Определились ли вы, за кого будете голосовать в это воскресенье? Пожалуйста, можем ли мы показать результаты? 80% уже определились, 16% не определились, но 4% не хотят отвечать. Поэтому в принципе, простите, это не те результаты. А что вы показали, вот мне интересно. Это я разговариваю с редакцией. Это была прошлая пятница. Это была прошлая пятница, голосование в конце программы. Когда стало меньше тех, которые не определились. Ну так очень хорошо, давайте сравним. Прошла неделя. 72% в этой студии украинцев определились, 23% не определились еще. Поэтому есть за кого бороться. Но я вам дам еще такую информацию, которую мы также задали до программы вопрос. Знаете ли вы, кто баллотируется по вашему мажоритарному округу? 52% знают, 48% не знают. Определились ли вы, за какого кандидата-мажоритарщика будете голосовать? 45% определились, 55% еще не определились по кандидату в мажоритарных округах. А сегодня у нас программа посвящена все же лидерам политических партий. В нашей студии Александр Ефремов. Лидер фракции партии регионов в парламенте. Ирина Герасченко. Номер 6 в избирательном списке. Удар Виталия Кличко. Александр Голуб. Кумпартия Украины. Номер 11 в списке. Юрий Михальчишин. Кандидат по одномандатному избирательному округу от партии «Свобода». Сергей Соболев. Один из лидеров всеукраинского объединения «Батькевщина». Нестор Шуфрич. В списке партии регионов. Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Павел Елизаров. Это наш кандидат. В депутаты по одномандатному округу номер 199 в Черкасской области «Самовыдвижение». Я предлагаю... Да, кстати, я бы хотел сделать сразу анонс. В воскресенье в 19.50 в этой студии мы начнем ночь выборов. В нашей студии будет работать большая команда «Евроньюз». Таким образом, Европа получит результаты экзит-полов, всякие разговоры о нарушениях возможных, мы надеемся, их не будет. Все это будет в прямом эфире на всю Украину и на всю Европу в этой студии в 19.50. Наша аудитория на социальном портале «Фейсбук». Она увеличивается с каждой неделей. На прошлой неделе уже было почти 6 тысяч пользователей, которые участвовали в голосовании по нашему эфиру. Вот мы видим географию 45% «Киев и Центр», 28, 13, 14. Это примерно пропорциональное распределение людей, которые голосуют через социальный портал «Фейсбук». И большая аудитория национального интернет-портала «Укрнет». Это примерно 15 тысяч человек каждую пятницу. Они также принимают участие в оценке того, что происходит в этой студии. Я предлагаю нашим гостям сегодня разделить программу на две части. Так как мы обязаны завершить в полночь. Заканчивается агитация и пропаганда. Первую часть посвятить самым актуальным событиям этой недели, важным, стратегическим. И в последней части я бы предоставил слово партиям, лидерам партии, представителям партии, чтобы объяснить избирателям последний раз, почему за них надо голосовать. И таким образом работать с двумя банками времени. На первую часть один банк времени, на вторую часть второй банк времени. Нестер Шуфрич. Вы с большим уважением и корректностью принимали участие во всех предыдущих передачах. Наталья Королевская, пожалуйста. И в принципе испытывали определенный дискомфорт, когда наши оппоненты, которые все оппозиционировали себя как именно оппозиция, имели в 5-6 раз больше времени, чем власть. У нас корректное предложение. Это решающий эфир перед выборами. Может быть было бы корректно поделить время пополам власть и оппозиция, потому что сегодня борется власть и оппозиция. У нас одна власть и много оппозиции. Власть не так забогата. Это было бы по-честному. Не надо. Это из моего времени. Это не надо. Это не из того банка. Это было бы по-честному. И мы сегодня предлагаем, например, коллегам коммунистам по парламенту. Они были с нами в коалиции в 2007 году. Они вошли в коалицию в большинство в период 2010 по 2012 год. Пожалуйста, поделите этот банк времени с властью пополам. А оппозиция пусть она определится. Может быть, кто-то тоже хочет в классе присоединиться. Это будет по-честному, Сави. По крайней мере, тогда будет настоящая дискуссия. Это мы сейчас видим такой очень типовый тиск уже на медиа с боку влады. Потому что мне кажется, что журналисты сами должны визначать правила игры на своих эфирах. Можно сейчас сказать, что происходит на телеканале Интер? Это уже банк времени свободы. Там сейчас четыре автобуса Беркута не пропускают Олега Тягнебока. То есть четыре автобуса, один лидер? Так, четыре автобуса Беркута не пропускают Олега Тягнебока за особистою вказівкой властника телеканалу. Вот такая свобода слова, потому что там, бачите, премьер-министр Азаров прийшел. Я хочу рассказать про покращение. Вин прийде. А там сейчас Азаров рассказывает про покращение, Симоненко ему помогает. Вот капиталист Азаров и коммунист Симоненко не хотят, чтобы Олег Тягнебок сейчас вести на Интер? Михальчишин, ну, подождите, ну, редакция телеканала Интер могла... Он сообщил, что он запрошил Олег Тягнебока. Беркут не пропускают. У нас же властники телеканалов командуют Беркутом теперь. Что будет завтра на выборах? Может быть, СБУ командовать и Генпрокуратурой разом? Завтра на выборах пан Михальчишин будет все честно и максимально прозоро. Сьогодні про это сказал президент, я могу его зацитовать, прямую мову. На всех каналах показывали. Спостерегачи, журналісти и социологи должны получать необходимые условия для своей работы. Правоохранители должны обеспечить порядок и законность на выборах. Мы обязаны сделать все, чтобы защитить право граждан на свободный выбор. Ну, Ира, я же эластичный человек, я ведь не догматик, да? Но мне интересно, коммунисты готовы работать в одном банке времени с партией регионов? Или только в коалиции вместе голосовать? Вы знаете, прежде всего, коммунисты, и мы это говорили не один раз, то мы представляем и считаем себя альтернативой тому пути, который реализуется в Украине на протяжении последних 20 лет. Вы знаете, мы можем в качестве шутки шутить тут насчет времени, делить, не делить и так далее, но пока мы этим занимаемся, вот там за стенами деребанить страну. И вот, собственно говоря, для того, чтобы этого не было, я думаю, все-таки давайте мы сыграем по тем правилам, которые в этой программе установились и которые есть, к которому привыкли и политики, и зрители, а в конце концов, в результате выборов определиться, кто был прав, и, собственно говоря, кто получит право на формирование большинства. При этом мы должны все понимать, что на одну минуту времени от корой будет гореть власть, идет шесть минут, которые будут гореть представители оппозиции. И на каждом телеэфире они говорят, что им слова не дают, и у них эфира нет. Спасибо. Мы определили стартовые возможности и можем начинать. Давайте начнем с самого актуального. В четверг в газете Herald Tribune, это англоязычная, очень важная газета в Европе, которая является дочкой New York Times, значит, New York Times это появилось на 24 часа раньше, появилось обращение Хилари Клинтон, госсекретаря Соединенных Штатов, то есть, считаем, министра иностранных дел Соединенных Штатов, и Леди Аштон, которая является министром иностранных дел Европейского Союза, я упрощаю это так. Вот сложности в Украине. Я хочу, чтобы мы, все же, это редко бывает, что две особые, Америка и Соединенные Штаты, то есть и Европейский Союз, пишут одно обращение к одной стране. Я хочу, чтобы мы послушали достаточно обширную цитату из этого обращения. Для Украины наступает вирішаль на мить. Багато ее сусидов у Центральной и Східней Европе уже продемонстрировали світові свою здатность до демократизации и здобута экономического благополучия. В Украине достаточно сил, чтобы сделать то же самое. Украинская влада теперь мает сделать важные кроки, чтобы полностью реализовать ее потенциал. Мы занепокоены поведомлениями про использование админресурсов кандидатами от партії влади и про трудности, с которыми заткнулись некоторые средства массовой информации. Нас непокоить то, что заседания Центральной выборчей комиссии и надалее проходят в закрытом режиме. Также некоторые политические партии недостаточно представлены в окружных и дельничных выборчих комиссиях. Факт расповсюджения материальных и финансовых ресурсов выборцам также необходимо остановить и расследовать. Мы выставлюем жаль с приводу увязнения опозиционных лидеров внаслідок судовых процессов, которые не соответствовали международным стандартам, и высторонене их от парламентской выборчей кампании. Уряд Украины должен вжить заходы в випадки выборкового правосудия, включено и с правой экс-премьера Юлии Тимошенко и других колешних высокопосадовцев. В Евросоюзе и Украина завершили переговоры с подписанием амбицийной угоди про ассоциацию, которая ведет до политического объединения и экономической интеграции с ЕС. Это предусматривает, сред других, и установление в будущем расширено и поглиблено зоне вільной торговли. Для украинского бизнеса это означает выход на 500-млн ринок споживачей в Евросоюзе, а для Украины в целом развитие на шляху до современной европейской демократии. Однако ЕС сможет дать зелене свитло цей угоди только в разе, если демократичные права украинцев, среди которых свободы висловливания, политической участи, сборки и прессы, будут поважаться. В Верховенстве права не будет сумнівів, а на шляху впроваджения реформ будет видно прогресс. Держсекретар США Хиллари Клінтон и Верховный представник ЕС внешней политики Кэтрин Аштон. Специально для Нью-Йорк Таймс. Держсекретар США Хиллари Клінтон и Кэтрин Аштон. На этой неделе, в понедельник, Виктор Янукович, президент Украины, побывал в Москве с официальным, но не запланированным визитом, после которого президент России Владимир Путин сказал следующее. В Украине завершается парламентская кампания, и мы искренне желаем, чтобы выборы Верховную Раду обеспечили дальнейшее поступательное демократическое развитие братской Украины. заинтересованы в том, чтобы по итогам голосования курс на тесное взнамодействие наших стран получил дополнительный импульс. Это президент Российской Федерации. Петр Мага. Но я понимаю, что государственные средства массовой информации России немножко более, как бы так, иронично относятся к тому, что происходит в Украине. Ну, я сегодня любовался. Все варианты Ляшка, какие только могут быть. Ляшко и выла, Ляшко и корова, Ляшко и яйца, Ляшко и крокодил Гена. Далее они прошлися по иноземным зеркам, которые брали участь в наших выборах. Те, у кого с актерскими данными не так хорошо, прибегают к услугам настоящих звезд. В райцентр Кагарлык, что в Киевской области, пожаловал Жан-Клод Ван Дам. На сцену звезда боевиков поднялся, чтобы сказать добрые слова в адрес друга кандидата и показать пару приемов. Жители Умани тоже имели все шансы познакомиться с мировой знаменитостью, но часть горожан проявила сознательность. Собирающегося с концертом Тоту Кутуньо опередили открытым письмом. Хотим сообщить вам, что по закону участие в предвыборной агитации запрещается иностранцам, и лицам безгражданства, в том числе в форме участия в концертах, спектаклях и спортивных мероприятиях. Отдельно в своем послании она становилась на Виталия Кличко. Тимошенко сравнила его, называющего себя третьей силой, с Сергеем Тегибко. Тегибко на последних президентских выборах показал третий результат. Теперь он третий в списках партии регионов. Спасибо. Ну вот примерно такие у нас позиции. Я, Александр Рефремов, вас сразу приглашаю к микрофону. И банк времени включается? И банк времени. Вот как только вы дойдете до микрофона, он сразу включится. Вот я вопрос вам задам. Так вот, до сих пор непонятно, куда власть ведет страну. В таможенный союз с Россией или же в Европейский союз? Мы уже шесть лет с вами обсуждаем этот вопрос в этой студии. И шесть лет нет ответа. И до сих пор не можете понять, что вообще-то и наш президент, и наша партия ведет Украину туда, куда должна идти наша страна. Мы очень внимательно прислушаемся ко всем замечаниям, которые нам делают в Европе, в Соединенных Штатах Америки, из России, которые раздаются. Но предлагаем думать своим умом, решать то, что выгодно Украине, и принимать соответствующие решения по данному вопросу. Как это у нас получается, вы можете оценить. Мы в 2010 году, в начале 2010 года, получили страну из рук наших коллег в состоянии, когда в два раза была девальвирована валюта, в два раза, подчеркиваю, когда инфляция составляла 22%, это все есть в статистике, можно проверить, и когда падение валового внутреннего продукта составило 16%. Это катастрофа для любого государства. За это время, за два с половиной года, нам удалось стабилизировать ситуацию в государстве. И если бы мы все были объединены и не работали бы на кого-то, не представляли чьи-то интересы, как часто у нас бывает в Украине, а работали на свое государство, у нас бы получилось намного лучше. И у нас бы не было такой ситуации, когда есть власть, и 6, или 7, или 10 оппозиционных партий, которые борются каждая за свое и тянет неизвестно куда. Что нам удалось сделать? Люди могут сами оценить. По крайней мере, сегодня нет той разберихи во власти, которая была, когда президент с премьер-министром переписывались письмами, а друг к другу не могли позвонить и не разговаривали. Сегодня есть стабильность в системе управления. Плохо это и хорошо, делайте выводы. Сегодня мы стабилизировали экономику. Да, в условиях кризиса хотелось бы больше получить. И наверняка и лучше вопросы порешать социальные. Но 5% роста ВВП в 2005 году, после 16% падения в 2009, почти 5% в 2011 году. И положительная динамика в текущем году говорит о том, что мы не самые плохие руководители. И учитывая, что действительно у нас банк времени идет, я хотел бы на этом остановиться и ваше право, уважаемые присутствующие в студии, уважаемые телезрители, которые нас слушают, определиться. Единственное, хотелось бы сказать следующее. Не рискуйте своей судьбой. Придите 28 числа на избирательные участки и проголосуйте. Партия регионов и кандидаты от партии регионов вам обещают, что мы сохраним стабильность в этом государстве и будем решать все накопившиеся социальные проблемы. Спасибо. Ирина Дерайшенко. Питание, да, можно задать? Можно. Пане Ефремову. Вы знаете, мне кажется, чем наша партия регионов отличается от любой другой влады, это тем, что ни в России, ни в Европе, ни в США мы в нижней стране не найдем владу, которая бы все валила на предыдущих. Там это считается дурным тоном. А не Путин на Ельцина ничего не говорит, и не на Медведева. А не сейчас Алан на Саркази. И вот только в Украине 2,5 года мы читаем про попередников. Хотя, когда начинается критика попередников, это значит, что дрова в своем доме. Но вопрос у меня до вас есть. Как вы можете объяснить такий факт, что, например, на деякие мажоритарные округи от ваших кандидатов, например, на сына Азарова, Алексея Ефремова, ой, Алексея Азарова, извините, пожалуйста, на Литвина, на ваших еще кількох членов вашей партии, где грошей зараз из бюджета Украины, то есть наших с вами податков, на ремонт там дороги, шкіл, но под табличкой, что это значит, кто сделал Алексея Азаров, а не за наши с вами гроши. Больше субъекции идет, чем на деякие области Украины. Вот скажите, пожалуйста, где это вы такую практику взяли? Я не думаю, что Литвин член нашей партии, это прежде всего. Литвин член вашей коалиции и члены его партии в вашем списке. Это остается на совести его, когда он баллотируется, использует он административный ресурс, либо не использует административный ресурс, избиратели там на месте непосредственно определятся. Я не хочу ничего говорить, власть использовала ресурс, как ваша, так и наша использует ресурс. Это лишь время и политическая культура в нашем государстве. Они расставят все на свои места. Когда вы предлагали в день выборов своим избирателям Юлия Тимошенко по 10 тысяч гривен за то, что они приснеднесут какую-то информацию отрицательную во время выборов, то это был не подкуп избирателей, это был прямой подкуп избирателей на выборах, когда вы были у власти. Теперь следующее. Я когда говорю, я не называю никого по фамильям, я никого не обвиняю, я единственно констатировал факт. И мы не можем от этого уйти. Есть факт, вы приходите в власти, обвал в государстве, мы приходим к власти, мы вынуждены это все вытаскивать. И так, к сожалению, уже происходит не первый раз. Это тоже является фактом, который вы не можете опровергнуть. Спасибо. Спасибо, Александр Ефремов. Я думаю, что все ожидают своего... И все выйдут к микрофону по этому вопросу. Наталья Королевская, пожалуйста, вы. Значит, я смотрю, что у нас Катри Наштен женщина, Хилари Клинтон женщина, Ангела Меркель, женщина, с очень четкими, яркими позициями. А по отношению к Украине, от вас во время придуманной кампании мы не слышали четкой позиции по поводу того, куда должна идти Украина. Спасибо большое за вопрос. Добрый вечер, студия. Добрый вечер, телезрители. Добрый вечер, Савик. Спасибо. Мы у вас провели здесь в студии всю избирательную кампанию. И действительно, это стало сегодня единственной возможной площадкой, где можно донести ясно и четко свою позицию. Наверное, не единственная. Все же я как бы к своим коллегам отношусь с солидарностью. Это хорошо, что вы к ним так с солидарностью относитесь. А теперь о том, куда должна идти Украина. 21 год независимости. И за 21 год независимости мы, к сожалению, так и не стали самостоятельными. Потому что каждый правитель, приходя к власти, бежит то в приемную Москвы, то в приемную Брюсселя, то в приемную Вашингтона. И каждый раз, если нас никуда не берут, они хотят, чтобы мы во что-нибудь вступили. И за все эти годы, к сожалению, мы не научились сами себя уважать. И поэтому нас сегодня, к сожалению, и не уважают в мире. Потому что, безусловно, европейские ценности, ценности свободы, солидарности, справедливости, верховенство права, правосудие, это то, что должно быть в нашей стране. Это не то, о чем мы должны узнавать сегодня из телевизора. Мы у себя в Украине должны, начиная от того, чтобы отремонтировать дороги, сделать медицину, при которой мамы, отправляя, и образование, отправляя своих детей в школу, будут уверены, что их научат быть успешными в 21 веке. Врачи, когда будут видеть своего пациента, будут знать, как его вылечить, и как ему реально помочь, а не думать, как прокормить свою семью. И сделать бренд, сделанного в Украине, действительно, знаком качества для всего мира. Поэтому наша задача сегодня, это создавать рабочие места в нашей стране, это сделать так, чтобы наша молодежь не думала, как уехать из страны, а знала и была уверена, что она нужна своей стране. Это сделать так, чтобы в наши предприятия сегодня приходили инвестиции, и мы действительно были сильной, успешной и уважающей себя страной. И при этом были самостоятельными. И вот тогда нас будут уважать во всем мире, с нами будут все считаться, и наша позиция будет действительно услышана. Для нас будут открываться рынки, для нас будут открываться возможности, и мы будем сильной и процветающей Украиной. А никогда мы у себя в стране не можем создать нужных условий, когда мы у себя в стране уничтожаем предприятия, тотальная коррупция, тотальное беззаконие, политическая безответственность, и мы все время пытаемся рассказать, где нас ждут. Такими нигде не ждут. У себя нужно навести порядок, стать сильными и стать самостоятельными. И тогда будем побеждать, и с нами везде будут на равных, с уважением разговаривать. Спасибо. Есть вопросы? Вопросы, реплики к Наталье Королевской? Нет? Спасибо. Спасибо большое. Александр Голубь, вы. Следующий, после рекламной паузы. Спасибо. Прямой эфир первый национальный телеканал «Эра». Два слова о ночи выборов 28 октября. Достаточно уникальное явление произойдет в этой студии. Я напомню, кандидаты по мажоритарным округам Павел Елизаров, который здесь, это наш кандидат в 199 округе, который попытается выиграть выборы честно и прозрачно. Посмотрим, получится ли. И Людмила Супрун, 101 округ Кировоградской области, выступили в этой студии с инициативой, подписав меморандум о создании и внедрении системы противодействия фальсификации в день выборов. Все желающие кандидаты, мажоритарщики могли примкнуть к этой инициативе. В итоге присоединились кандидаты Виктор Тимошенко, самовыдвиженец Черкасской области, номер 198 округ, и Геннадий Чикита, самовыдвиженец номер 134 Одесса. Всего два, лиха беда начала. Я думаю, через два года их станет больше, и больше, и больше. И в день голосования с помощью электронных устройств мы будем фиксировать все нарушения. И в режиме реального времени публиковать на нашем сайте и на портале миртесин.ком. Создатель портала Дмитрий Носиков у нас. Скажите, пожалуйста, как это будет работать? Можно? Быстро. Да. Ну, во-первых, хотелось бы поблагодарить поддержавших мажоритариев. Работать это будет в два этапа. Первым этапом представители, зарегистрировавшиеся на сайте, будут стоять с айпадами при входе и проводить опрос, за кого, то есть интерактивная активность, интерактивная активность избирателей, опрос о том, какую политическую силу они выбирали, казаково-мажоритария, они проголосовали. Во второй части, после восьми часов вечера, все протоколы, как только они появятся, с мобильных телефонов, представители, которые будут в счетных комиссиях, смогут сфотографировать и загрузить на сайт миртесин.ком. Соответственно, у нас протоколы будут в реальном времени показывать действительную картину. Если появится фальсификат, то, соответственно, он тоже будет сфотографирован и тоже показан. И будет вот как бы картинка, реально. Ну, это данные экзитпола, соответственно, протокола. То есть мы получим первые данные, какие планировались, результаты в протоколе, которые, соответственно, получились, и в случае фальсификации, какие три варианта результатов, которые могут получиться. Но мы надеемся, что фальсификации не будет и все будет хорошо. Мы все надеемся. Александр Голубь, пожалуйста. Я понимаю, что Коммунистическая партия Украины предпочитает евразийское пространство вместе с Россией, считая, что Европейскому Союзу Украина не нужна только как рынок сбыта. Ну, я думаю, что здесь совершенно очевидные вещи, о которых мы сегодня говорим. И, знаете, рассматривая этот вопрос, наверное, нам нужно отбросить в сторону какие-то громкие лозунги, истерики, какую-то заданность по этому вопросу, взять калькулятор и просто вот высчитать тот интерес. Есть этот интерес, нет этого интереса, который есть. Вы знаете, вот что интересно. Мы очень долгие годы, очень многие годы проводим так называемую многовекторную политику, которая привела к тому, что вообще никакого вектора Украины нет. То есть есть в мире национальные интересы США, есть национальные интересы Европейского Союза, есть национальные интересы у России. Понять, какие национальные интересы и где они сегодня находятся у Украины, исходя из тех заявлений, которые делает наш МИД, наши чиновники, не только последних четырех лет, практически невозможно. То есть мы оказались непонятно чем в непонятном состоянии. Второй момент. Вы знаете, вот те люди, которые нам рассказывают прекрасные сказки про Европейский Союз, не могут на сегодняшний день, может быть, они могут через какое-то время, хотелось бы с ними подискутировать и посмотреть, представить какие-то цифры. То есть конкретно, вот вступление в Европейский Союз, что даст, к чему приведет. Есть достаточно серьезные исследования, они были презентованы и в Верховном Совете, и, собственно говоря, в общественности. Исследования, которые провел Институт экономики Национальной Академии Наук с украинской стороны и Академия Народного Хозяйства с российской стороны. Тоже при Академии, при Российской Академии Наук. Так вот, к чему пришли экономисты-ученые? Они пришли, что вступление Украины в Европейский Союз даст прирост товаров, которые есть, приблизительно от 4,8 до 6 миллиардов долларов в год. Хорошо это или плохо? Конечно, это хорошо. Цены энергоносители очень много говорили, я специально говорилась об этом, я специально это не буду говорить, потому что, безусловно, другие цены. Даст возможность, причем, кстати, вот в этих товарах доля машиностроения увеличится на, приблизительно на 30-40%, что это значит? Это заработают предприятия. Украина снова займется космосом, Украина снова начнет выпускать корабли, Украина снова будет выпускать самолеты. Это рабочие места здесь. На сегодняшний день, к сожалению, этого нет. В целом, выгода от вступления в таможенный союз по торговой части составит в год приблизительно от 9 до 11 миллиардов долларов. Выгодно это Украине? Если это выгодно, если это так, нужно на это идти. Второй момент. Вы знаете, очень часто нам говорят о том, что, конечно, каждый из стран закладывает свои интересы, закладывает определенную логику, вступая, не вступая в то или иное объединение. Это, безусловно, оно так и есть, потому что каждая страна отстаивает свои интересы. Так вот, вместо того, чтобы становиться в позу, нам тогда, когда формировался таможенный союз, и нас приглашали принять в нем участие, мы могли пойти, мы могли отстаивать свои интересы национальные, мы могли обговаривать определенные условия, мы же встали в стороне, развели руками, и сегодня, даже если идти туда, то мы уже будем идти на тех правилах, которые сформированы там. Вы знаете, вот образно говоря, в принципе, это тот вопрос, один из тех вопросов, и коммунисты абсолютно в этом уверены, что он должен решаться на референдуме. Да, мы считаем, что экономически выгодно на сегодняшний день для Украины вхождение в таможенный союз и вот в то пространство, которое сегодня организует Беларусь, Казахстан и другие страны СНГ. Это выгодно с точки зрения возрождения нашей экономики, это выгодно с точки зрения создания новых рабочих мест. Европе мы просто реально не нужны. У них у самих сегодня страшная безработица до 20%, у них сегодня падение спроса, какая еще Украина? За чей счет? Вы спросите, Германию и Францию, они готовы тянуть Украину? Не будут они это тянуть? Но мы будем нужны Европейскому Союзу, если мы будем сильными и самодостаточными. К сожалению, вот логика, которая диктуется здравым смыслом, на наш взгляд, логика, которая диктуется интересами большинства граждан нашей страны, она не находит поддержки у государственных чиновников. И причем независимо от цвета флагов. И совершенно очевидно, почему. Потому что те люди, которые в первую очередь представляют интересы большого капитала, а, как правило, этот капитал под контролем западных коллег, ну, коллег, я так называю, условно говоря, в кавычках, активы определенные там, более того, они прекрасно знают, каким образом нажиты эти капиталы, подчас страшные капиталы. И вы знаете, получается, как в том известном фильме, достаточно популярном у нас, знаете, или я ее веду в ЗАГС, или она меня ведет в прокурору. Так вот, нашим сегодня руководителям поставили условие, или вы ведете Украину в сторону Запада, или мы вас отведем к прокурору. Какой путь они выбирают, я думаю, совершенно естественно для всех. Поэтому я считаю, что здесь должно быть в первую очередь прагматизм, максимальный экономический прагматизм, наша выгода и воля народа по этому вопросу. Исходя из этих позиций, нужно решать этот вопрос. Мы, безусловно, выступаем за активное самое участие и в таможенном союзе, и в ЕЭПе. Спасибо. Пожалуйста, Ира Герасченко. Два коротких запитання. Я думаю, что партия коммунистов, как никто добре знает, кто сегодня мает капитали в этой стране, как керует. Больше того, я хочу напомнить, что самая член коммунистической партии, за их списком, который идет, керует митницей. И там происходит, что на Схидной митнице из России, что на Захидной, такие побори, что жах и страх Господня. Это я так понимаю, иди на вашу выборчу кампанию. Чи зупините вы эти побори на митнице? И друге, знаете, все капитали из Украины выводятся через офшорки на Кипре. И как раз вы, коммунисты, разом с партией регионов, ни разу не проголосовали за наш закон оппозиционный щодо закрития цей офшорки. Что в наступном парламенте мы делаем? Знову ця офшорка остается? Чи коммунисты будут голосовать за ее закритие? Вы знаете, очень интересную позицию вы занимаете. Там, где есть какие-то на Кипре у ваших оппонентов, вы хотите закрыть эти офшоры. Но там, где ваших олигархов на Виржинских островах вы закрывать не хотите. Они вам подходят, эти офшоры. И вы законопроект этот не вносите. Поэтому я хотел бы сказать, что нужно вносить, если закрывать все офшоры, то закрывать все офшоры, а не играться в эти политические игры. Второй момент. Говорить о том, что 26 коммунистов в парламенте помешали вам принять решение по офшорам, ну это, извините меня, попросту смешно. Митя с регионами. Следующий момент о таможне. Я просто смотрю по времени и стараюсь ответить на все ваши вопросы. Человек, который пришел на таможню, увеличил поступление в бюджет в три раза. Сегодня порядка 30 миллиардов, бюджет государственный, а это пенсия, это социалка и все остальное получает от таможни. Я, честно говоря, не вожу товары через таможню и не знаю, какие поборы. Честно говоря, я так уверен, что те, кто сидит здесь в студии, то же самое, этим не занимаются. Возможно, вы имеете какие-то конкретные вещи, но нужно говорить о конкретных фактах, о конкретных вещах и идти с ними в прокуратуру. А так это просто Наталья Королевская. Я хочу нашему оппоненту объяснить, что когда страна начинает зарабатывать на таможне, это значит, страна перестает производить у себя в стране товар. То есть мы все везем и у нас сегодня импортные яблоки, у нас вышиванки сегодня продаются на рынке, произведенные в Китае. У нас полностью все закрывается и страна, к сожалению, теряет рабочие места и теряет производство. И поэтому я считаю, что наша задача не экономический прагматизм, потому что экономический прагматизм сегодня это не экономическая стратегия завтра. Наша задача экономический патриотизм в стране проявлять и деньги не в офшорные компании на Кипр выводить, потому что там коммунисты правят, а оставлять деньги сегодня в стране, вкладывать их в наши предприятия и создавать рабочие места в Украине и производить в Украине качественную продукцию. Вот тогда мы не на таможне будем зарабатывать, а люди будут зарабатывать достойные заработные платы и получать справедливые пенсии. И вот тогда с экономическим патриотизмом и с ясной и четкой своей самостоятельной экономической позицией мы должны, конечно, поддерживать дружеские и партнерские отношения с Россией. Но взаимовыгодные отношения, при которых у нас будет не политическая цена на газ, при которых у нас не будут торговые войны, как сегодня, то сырная, то мясная, то еще какая-нибудь, а при этом каждое предприятие останавливается, сокращаются опять же рабочие места. А когда у нас будут понятные, абсолютно на равных, экономически выгодные двум странам отношения, и тогда будет развиваться и наш рынок, и наш производитель, и мы сможем абсолютно успешно продавать свои товары конкурентные в Россию. И так же мы будем европейские ценности у себя внедрять. Тогда мы будем страной самостоятельной, самодостаточной, с конкурентной продукцией и, главное, экономическим патриотизмом. Спасибо. Уважаемый коллега, спасибо за вопрос, но я хотел бы только сказать, вы знаете, все это у нас уже было, и собственные товаропроизводители, и отсутствие оффшоров, и все остальное, до тех пор, пока такие, как вы, и в том числе и люди из вашего списка не занялись украинской экономикой. Во что оно превратилось, и то, что есть сегодня, я думаю, что на сегодняшний день это совершенно очевидно. Я прекрасно понимаю, что, безусловно, исходя из подобных красивых, правильных в общем лозунгов, нужно исходить из себя. Вот взять на своих контролируемых предприятиях, и дать зарплату, там, полторы тысячи евро, или, там, тысячу евро, сколько вы там предлагаете, и сказать, вот я сделала, я смогла, я это сделаю в рамках всей страны. Тогда это будет понятно, тогда это будет эффективно, и, собственно говоря, иметь какие-то последствия. Так это просто предвыборный пиар, причем, который повторяется из передачи в передачу. Второй момент, о котором я говорил, безусловно, я-то как раз и предлагаю решать этот вопрос с точки зрения экономического прагматизма и патриотизма. Если это выгодно Украине, если вы просчитали эти вопросы, пожалуйста, мы должны принимать то или иное решение. Ну и второй вопрос, конечно, мир сегодня жесток, никто этого не скрывает. И та же Россия сегодня откровенно говорит, вы хотите идти на Запад? Идите, пожалуйста, мы не против. Но почему мы, со своей стороны, должны быть спонсорами этого движения? Они этого не хотят, и это их право. И заставить сегодня их никто не может. Поэтому, действительно, национальный патриотизм и прагматизм, но который четко рассчитан и четко обоснован, они являются предвыборным пиаром. У меня есть время. Пожалуйста, у вас есть, а вот у Александра Голуба уже нету, и я бы хотел ему 30 секунд доставить на всякий случай. Дообросить. В одной из прошлых передач вы мне не додали 30 секунд. Слушайте, если бы коммунисты отдавали все долги за 20-й век, то... Вы знаете, победим, победим и отбобим, вы видите. Причем, не просто все долги, а страну отдадим народу. Страну, ну, можно. Вы правильно, Александр, здесь абсолютно подняли вопрос относительно предприятия, относительно тех зарплат, которые есть сегодня в украинских предприятиях. К сожалению, сегодня минимальная заработная... Не слышно ничего? К сожалению, сегодня минимальная заработная плата в стране сегодня тысяча гривен. Это, к сожалению, страшный позор для всего мира, потому что на эту зарплату невозможно прожить и невозможно прокормить свою семью. А вот на тех предприятиях, которые я построила, которые я действительно создала в Украине, сегодня зарплата 700 евро. Это большая разница, когда создается новое предприятие, когда там создается новая технология, и когда там сегодня работают люди и получают действительно хорошую зарплату. на которой можно достойно жить. И поэтому наша задача в Украине реализовать план новая экономика, новая страна и разбить эти монополии, разбить эти олигархические кланы, которые сегодня держат всю страну на тысячу гривен зарплат, а все остальные деньги концентрируют в своих карманах. И вы своим безмолвным согласием этому содействуете. Поэтому давайте реализовывать уже новую экономику и прекратим сегодня покрывать то мародерство экономическое, которое есть в Украине. Спасибо. Прекращайте покрывать мародерство. Я ни в коем случае не хочу вступать в дискуссию, но в данном случае по тем предприятиям у меня совершенно другие цифры, другие данные. Спасибо. Я как раз собирался вам минуту... Я вам экскурсию организую. Безплатно. Юрий Михайльчишин, свободу, конечно, в Европу. Безперечно, мы выступаем за то, чтобы Украина стала не просто географично принадлежной до Европы, а и экономично, и культурно, и цивилизационно. Но мы чудово понимаем, что на шляху у нас есть факторы как внешнего порядка, так и внутреннего. Сегодня, правда, каждый украинец, несмотря на то, что живет на Сходе или на Заходе, это дядя Вася из Макеевки и Вуйко Василь из Львова мали бы сказать «Прощайні мити, Россия! Страна рабов, страна господ! И вы, мундиры голубые, и вы им преданный народ!» Справді, сегодня, думаю, ни для кого не секрет, что Украина перетворяется в очень плохую копию Российской Федерации. У нас в чем проблема? Это меньшовартненность тех, кто керует государство, и кому она дисталася за дякую, и тех, кто 20 лет занимался тем, что распродавал то, что десятилетиями строилась работа честных, порядных, простых и працевитых людей. И так они сейчас могут строить только копию. Так, конечно, они смотрят в Россию, в них и Абрамович. Хочут строить копию, в них виходит Ахметов. Хочут быть такими, как Путин, но виходит чемусь Янукович. Хочут быть такими, как российские олигархи, российские министры, силовики, а виходит в них погана, сменшена копия. У всьому меньшовартисность, у всьому копиювание, у всьому вторинность. Русификуют сегодня информационный простир Украины. И что ж, не могут снять жодного нормального фильму, навіть российской мовой тут в Украине. Сегодня впроваджуют у нас российские модели бизнесу, рейдерские захопления, проникнение российского капитала. Сегодня, таки вражение, что наша влада, для того, чтобы достигнуть хоть какого-то поступа в переговорах с Россией, готова и валенки вдягнуть, и балалайку в руки взяти, и на самовар всестися, а эффектов все равно немає. А справа ж в тому товариству, що та влада, яка у нас сьогодні є в Украине, це влада мародерів, це влада тих, хто займався колись рекетом, тих, хто займався спекуляцією, коли нормальні, чесні, порядні люди будували країну, вони, звичайно, і тоді жилось непогано. От нас сьогодні в студії є два доволі таки високих чиновники посадових, скажімо так, діяча партії регіонів. У нас є лідері рікній фракції в парламенті, у нас є доступник голови РНБО. Обоє, це ті люди, яким дуже непогано жилось і при комуністичному режимі. Так, сьогодні вони капіталісти. От був мажор комуністичний шуфрич, сьогодні він олігарх закарпатський. Чи сьогодні всіх жити? Був у нас колись комсомольсько-комуністичний діяч Ефремов, сьогодні він капіталістичний олігархічний діяч. І відповідно ми добре розуміємо, 20 років нічого не змінюється. Змінилися вивіски, декорації, а насправді боротьба йде лише за тебе продовжити пограбування держави. І сьогодні вони їх грабують на превеликий жаль. І знову ж таки вони хочуть дорвати-дорватися і продовжити експлуатувати, принижувати, розкрадати. На превеликий жаль, той, хто має зараз більше грошей, має більше шансів дорватися до влади. Добре знаємо, що у владі. Ви бачите, це красномовно, правда? Красномовно. Доволі красномовно, тому що у владі ви не бачите вчителя, ви не бачите інженера. Юрій, ви вже не знаєте, почему не старший, що бачиш. Але ви там не бачите ні вчителя, ні інженера, ні освітянина, ні науковця, ні митця, ні письменника. Ви бачите там мільйонерів, які хочуть стати мільярдерами. На превеликий жаль, ніж гектарів землі, вугільні шахти, нафтопереробні заводи. А тут сидять люди, які в парламенті вже не перший рік. На превеликий жаль, ніхто з них не сказав. Острівки, перед речі, шановні, не є офшорною зоною. Це держава зі спеціальним режимом опилаткування. Кайманові острови, це офшорна зона, Віргінські острови. Мені прикро, що люди, які претендують зараз на тебе очолювати якісь процеси, не можуть зайти в Google, відкрити Вікіпедію, почитати, що таке офшорна зона. Це характерно, це знаково. 21-е століття тут зараз говорить про те, що нас дивиться інтернет-аудиторія, напевно, вона зараз сміхом заливається від такого рівня обізнаності так званих українських політиків. Так можна говорити про нову економіку, нову країну. А питається, що ми зробимо з людьми? З людьми, які сьогодні вже втомилися чекати і хочуть жити нормально не коли-небудь там у світлому майбутньому, а завтра. І це люди чекають, коли їм відведуть мільярди справжніх офшорів, люди чекають, коли їм повернуть награбовані шахти, нафтопровідні заводи, підприємства, а зараз їм натомість пропонують що? Продати останнє, правда? Це ж Азаров зараз прийняв програму приватизації. «Укрзалізницю» хочуть продати, «Нафтогаз України», «Нафтопровід Дружба», «Атомні електростанції», «Оборонні підприємства», «Спортзали», «Бібліотеки», «Наві державні книжкові видавництва». Більше того, добре знаємо, що вже за вересень олігарх Фірташ собі купив 15 «Облгазів». Потім будуть водоканали, потім будуть в нас ще «Обленерго», вже всі продані, завтра, напевно, будемо за повітря платити. І ці люди сьогодні йдуть на вибори і нам розповідають, що вони будуть будувати нову економіку, що в них вдалося якось там збільшити якісь макроекономічні показники товариства. Як ви прокоментуєте, пан Єфремов, 7% впадіння промислового виробництва за вересень – це ваш успіх? А те, що у нас 2,5 мільйони безробітних реально сьогодні, це що, теж великий успіх? Це покращення життя вже сьогодні? А мінімальну пенсію, яку ви покращили на 12 гривень, це теж колосальний успіх. Я розумію, могло бути ще гірше. Але тим, напевно, навряд чи варто пишатися. І от зараз, у цій ситуації, коли країна вступає в вибори, це, направду, друзі, це вибори останньої надії. Я от спілкуюсь зараз з виборцями, об'їхав весь свій округ, провів, по-моему, 180 зустрічей з виборцями. Люди кажуть, ми в останній йдемо голосувати. Беріться за голову, бо потім вже завтра буде пізно. І коли у нас на зустрічі в ліській політехніці в нас прийшла легендарна зв'язкова Романа Шухевича, Ольга Ільків, жінка, яка прийшла Сталінські концтабори, яка з автоматом в руках захищала Україну, і сьогодні 92 роки. І вона каже, хлопці, дівчата, на вас є зараз остання надія. Якщо такі люди вже вірять, що до краю доходить безвихідь, відча і безнадія, ми маємо собі застановитися. Це вже дуже серйозний сигнал. І зараз, напевно, дійсно, українці єдині в тому, що вони чекають змін, і змін не бутафорних, не іллюзорних, не цього такого переставляння облич при владі. Тому що ви були при владі, сьогодні вони, а такі, як пан Голуб, були при владі і в 30-х роках. Ви нам і Голдомор провели, і колективізацію, і репресії. Зараз це хочуть повторити. Їм це дуже добре вдавалось тоді, а зараз, на щастя, трошки гірше. І от тому, коли ми сьогодні в такій ситуації перед вибором, треба товариство обирати розумом, серцем, совістю. А головне обирати тих, хто не продається, хто не зраджує, хто не буде бігати з фракції фракцією, як деякі тут присутні. І хто ніколи не буде продавати інтереси України третім державам. Насправді, я думаю, що це те, що нас всіх з вами повинно сьогодні об'єднати. Ці вибори, це повинен бути тільки сигнал до чогось більшого. Справді, дуже добре, що влада зараз їх намагає цинічно фальсифікувати. От мені зараз перезвонили товариші на Волині, на Рівненщині, в Донецькій області вже бюлетені завезли зі штампами вибув поставили напроти свободи, щоб наші виборці просто нас не залишли в бюлетенях. Це, до речі, до заступника голови РНБО, напевно, питання, в його компетенції, як влада вже нам малює вибори. Я думаю, в них вже і протоколи є, і в ЦВК вже в них, можливо, все підписано. Але ж, нехай пишуть, а люди зараз знають. Люди чекають реально сигналу, який би виявив їх на вулиці. Я хочу, щоб ми сьогодні були єдині. Не від партії, не від брендів залежить те, чи завтра ми змінимо країну. Це залежить від нас з вами, товариство. В нас з вами більше синього неба над головою, більше сонця в серцях, і більше того вогнику в очах, аніж у них всіх разом взяти. Дякую вам за те, що ви є, і прошу вас, зберігайте оптимізм, зберігайте віру. Ми з вами змінимо Україну, і ми повернемо собі ненешті ту державу, за яку боролися, проливали кров, зараз проливають під, і проливають сльози. Я впевнений, що в нас з вами все вийде, і ми з вами, українці, від Львова до Луганська, від Чернігова до Севастополя, ми єдині. А цю банду, і білоблакитну банду, і банду інших кольорів, ми з вами зміємо їх позбутися, і виженемо їх так далеко, як тільки зможемо. Дякую вам. У Нестора Шуфрича є питання. Я не вмішуюсь в вашу дискусію в останню п'ятницю, тому що я розумію, що це останній шанс звернутися до народу. Так, коротка пауза і питання Нестора Шуфрича. Прямо ефір. Це свобода. Юрий Михайчишин у микрофону. Нестор Шуфрич. Пане Юрію, по седьмому дні, будь ласка, два факти. Перший він дещо історичний. Як ви пояснете факт співпраці на ваш погляд одного із ваших керманичів Бандери, Степана, із генералом-командуючим російської армії власовим щодо розробки спільних дій проти радянської армії на території Радянського Союзу у 43-44 роках, коли вже у Вермахту не вистачало солдат для війни з нашими. Він був у концлагері і якраз домовлявся про спільні дії з Власовим. І питання поки що не до вас. І друге, скажіть, будь ласка, як це так сталося, що ви два роки тому виграли на виборах до місцевих рад, фактично отримали абсолютну перевагу у місті Львові. А сьогодні люди від вас відвернулись і за всіми попередніми даними ви вже навіть не другі. Можна сподівати? Будь ласка. Давайте пішнемо з другого питання, оскільки воно більш актуально, хоча дуже мало часу. По-перше, у вас невірні дані соціології. По-друге, як нам працювалося? Завдяки вам, особисто я всю половину літа і оціні минулого року провів по трьох кримінальних справах, які проти мене порушили за участь у відсуті червоним провокаторам 9 травня. Зараз проти мене хотіли порушити кримінальну справу за те, що я є співавтор посібника з історії України, який табачник заборонив використовувати в лівських школах. Ваш колега, до речі, ще один. І тому, напевно, дуже симптоматично, що ви зараз піднімаєте питання історії. Думаю, після виборів ми з вами матимемо достатньо часу, щоб подискутувати на ці цікаві та актуальні теми. І, відповідно, хотів би вам зараз вже сказати авансом. Бандера з вас ніколи не співпрацював. В той самий час Бандера, коли в 43-м році ви ще сказали, він сидів в концтаборі. Але, думаю, ці цікаві, хвилюючі подробиці ми з вами з'ясуємо після виборів, де вас чекає повний розгром і поразка. На все добре. Дякую. Сергій Соболєв, будь ласка. Ви Європа, звісно. Ви знаєте, я парадоксально дам відповідь. Нам треба спочатку визначитись, де ми зараз знаходимося. Бо можна якісь мрії розповідати, де ми будемо, а я хочу дати характеристику. Я вважаю, що без цього ми взагалі не зрозуміємо, куди ми рухаємось. Ми уявляємо собі країну, якою так пишається сьогоднішня партія регіонів і союзники-коммуністи, в якій політичні опоненти сидять у в'язниці. Тимошенко 14 місяців, Луценко вже майже два роки. Причому по Луценко вже є рішення перше Європейського суду стосовно політичного мотивованого арешту. Ми можемо уявити собі країну, в якій піднімається не пенсія, а пенсійний вік, пенсійний стаж. А замість цього пенсіонерам перед виборами партія регіонів обільно роздає протпайки, аби подачки в 150 гривень, що зафіксовано тисячами випадків, нам кажуть, звертайтесь в прокуратуру. До кого? До кума Януковича пшонки. Ну не смішіть нас. Ми можемо собі уявити країну, в якій тепер вирішили торгувати не хлібом, борошном, аграрною продукцією, а землею. Ви всі розумієте, що з 1 січня завдяки партії регіонів блоку Літвіна і Тушек в країні починають торгувати з землею сільгоспризначення. От що вони нам підготували як подарунок під новорічну ялинку. Ми всі розуміємо, що в цій країні щодня закривається одна сільська школа. А ви знаєте, скільки на утримання президента? Рівно стільки, скільки на утримання двох сільських шкіл в рік. Це йде на утримання президента в один день. Далі продовжувати? Мені здається, не вистачить пальців на двох руках для того, щоб перерішити заслуги цієї партії. А коли я чую про стабільність і читаю, як міністр надзвичайних ситуацій балога, міністр уряду Азарова Януковича звертається до Януковича з відкритим листом про те, що кримінальний авторитет, який висунутий партію регіонів, який сидів за групове зґвалтування, висунутий партію регіонів, погрожує йому, міністру Януковича, ну, такої стабільності я вже давно не пам'ятав в цій країні. Тому це можна далі і далі продовжувати. Але я думаю, що відповідь в іншому лежить. В тих стандартах, які ми хочемо дійсно запровадити. Бо коли кажуть, куди ми рухаємось, то з такою партією регіонів, з їх союзничками-комуністами, куди ми будемо рухатись? Ви що, не бачите, що з Януковичем не спілкується ні російський президент? Бо якщо назвати спілкуванням те, що відбулося цього тижня, це чергове знущання? Перед цим 4 години чекає Янукович, поки Путін розважається з байкерами, а після цього навіть нічого заявити на прес-конференції спільній? З нами не хоче спілкуватися, точніше не з нами, а з цією владою, ні Європа, ні Росія, ні Сполучені Штати Америки. От в який глухий кут нас загнала ця так звана влада, бо влади немає. Є влада Ахметова, Фірташа, є влада Шуфріча, є влада Єфремова. Ви знаєте, це дійсно влада на сьогодні. Це влада мільярдерів і мільйонерів. Бо подивіться на цей уряд. Хто сидить в уряді? Кожна друга особа мільярдер, причому більшість з них стали мільярдерами за ці 2,5 роки. Так само, як і синок Януковича, старший Олександр. Ну в якій країні це могло б бути? У нас це дозволено. Я думаю, у вас залишились останні 2 доби. Народ 29 числа прокинеться в іншій країні. І ви це чудово розумієте. І як би ви нас не лякали вибухами в Дніпропетровську, як би ви нас не лякали іншими провокаціями, вже нічого не вийде. Сьогодні зрозуміло, ключова боротьба – це боротьба на мажоритарних округах. Де я переконаний, ви не залякаєте ні кримінальними справами Карнацького і багатьох інших, по яких ви відкрили ці кримінальні справи. Ці люди були найкращі фермери вчора. Тільки пішли на мажоритарні округи від опозиції. Вони стали, виявляються, кримінальними злочинцями. Пане Єфремов, а вам я не забуду одного сьогоднішнього слова. Коли ви знаєте, що Тимошенко сидить у в'язниці, а ви їй пропонуєте, підглядаючи в замочну скважину разом з президентом, а потім це викидаючи в ефір і в інтернет, поміняти позу, будете своїм каханкам казати, які пози міняти. І ви за це ще будете відповідати. Дякую. 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 Сергей Соболев. Раз уже Сергей Соболев сказал, що дуже багато решається на мажоритарних округах, а у нас Павел Елизаров, наш, этот, матросов, що відбувається? Можна там сюжетик є маленький у нас, що включили? Ну давай, покажем, що відбувається на мажоритарному округі. А я не знаю, нас сюди направили, сказали, дід тут приємна Якубчака, знаєте, яка там політика в нього. Доброго дня. А ви вибачте нам. Щас то вибачте. До свидання. Ну, так за Гори Якубчука буду голосувати. А з чого за Гори Якубчука? Ну, а я, потому що він мені дасть пакет якийсь. А вас, що сюди привело? Що привело судьба. Українська судьба привела. Чим більше дивлюся на Україну, то більше мені становиться трошки не так. Будьте добри, з контекста не виривайте, а покажите то, що це профсоюз відбував. А то, що этот профсоюз відбувається именно цього кандидата, це одне дело. А то, що це профсоюз відбувається, це інше. Це профсоюз відбував пакети. Савик, цим ми не членів профсоюзу, нам не дали, і нам нечего роздати, к сожалению, теж. Не, ми не маємо права роздати. Ну, звісно, ми ж чесно йдемо. Знаєте, я керівця Петрова збував. Пивотельки членам профспілки. Це дуже нагадує ці часи. Добрый день. Знаєте, я в тому разі говорив, откройте окно і слушай, і ми продовжаємо слушати. У нас така специальна передача свобода выбора – реальне життя. Вот це реальне життя. Ми назвали цього парня молодим карманником, тому що він прийшов на округ, знаєте, і став грабити старого карманника, опитного, тому що нас був один кандидат, який 6 місяців роздавав всім і все. Пришов молодой і дерзкий, і за 10 днів рішив покорити наших выборців. Він став роздавати везде. Вот там приїхала милиція, яка все це описувала, снимала. А сегодня там на цьому здані стоит флаг, так, опять написано, приєм на Екипчука, і там стоїть очередь, продовжають роздавати. Вот, якщо це правильно, якщо це то государство, яке ми з вами строюємо 21 год, то, наверное, це так. А я можу вам сказати, що ми дуже часто сидимо тут і ругаємся. Партии такі, партии сякі, партии поменялись. Знаєте, ми в 2005 році надіялись, ми в 2007 році надіялись, ми постійно на що-то надіемося. А я можу вам сказати таку вещь. Вот на округе за 21 год, на нашем округе не було построено ні одного предприятия. Ні одного. На нашем округе за 21 год було разрушено 10 предприятий, було разрушено 2 сахарних заводів ноль, було разрушено 2 маслозавода і було разрушено 5 хлібних предприятий. Це в общій сложності 4,5 тисячі робочих мест. В цьому году у нас не запустився впервые Жашковський сахарний завод, 400 робочих мест. І в цьому году, а вообще-то вже в последній времени роботи санаторий Радон, більше 200 робочих мест. Ми займаємся виборами. Я був на прошлій недію в Жашкові, в одному селе. Подошла директор школи і говорить, а ви могли б нам подарити м'ячик футбольний? Я сначала подумав, м'ячик с автографом якого-то футболиста надо подарити, тому що у нас спортивні передачи часто ідут. А она говорить, не, дайте просто м'ячик, ребятам нечем играти в футбол. Ми превращаємся в націю професіональних попрошаек, извините, пожалуйста, мене за це вираження. Ми сьогодні видим здесь, що відбувається. А почему? Ми постоянно ждем благодинника. У нас є держава, яке нам должно це давати. А ми почему-то ждем, що придет дядя і все це рішить. У нас сьогодні функцію государства рішив дядя. У нас сьогодні государство, це тільки ми охороняємо свої границі і внутрі наводимо порядок. Кому куди йти, що робити? Через милицію, силовиків. А все остальне не государство. Все остальне благодинники. Раньше я закінчив інститут і пошел роботи. Я имел робочее місце. Раньше я шел в больниці і не нес туда ні марлю, ні бинт, ні йод, нічого. А сьогодні треба все нести. Раньше детські площадки в наших дворах строило государство. І м'ячики цим мальчикам покупало государство. І я в школу ходил, я не считал м'ячики. І я ходил в легкой формі, і в школі було тепло. А сьогодні все це роблять благодинники. І люди цих виборів ждуть, знаєте, як ману небесну. Що вот приєдуть 14 мажоритарщиків у нас на округі, кожен приєдет, я прихожу навстречу, а люди сидят так в зале і ожидають, вот щас я скажу їм що-то, обіцять буду, свої обіцяний підкрепляти подарками. А я кажу, ребят, нічого обіцять не буду. І агитируються за себе даже не буду. Расскажу приблизительно, де і чому ми живем. І откуди у нас образуються благодинники, хочу сказати. Ви знаєте, а благодинники у нас образуються вот отсюда, вот оттуда. Ко мене позавчера подошла женщина і говорит, Павло Александрович, дякую вам за пакунок і за 50 гривень, то, що ви мене дали. А я так говорю, і говорит, я за вас буду голосувати. А я говорю, ви знаєте, ми вообще-то не роздаємо, ми честну програму запустили в цьому опросі. А рядом бабушка говорит, це не він, це Якипчук роздав. Она вже даже путає, ми з ним похожі так по возрасту, а я так стою і думаю, так человек действительно собирается голосувати за цей пакунок. А я смотрю і дальше. Мене раніше казалось, чому у нас дуже багато умних людей, знаходиться ряду, ми общаємся, а як посмотришь в Верховному Раді, дуже мало людей розбирається в економіки, в поліціки, мало людей, які що-то создали і постріли. Я подумав, наверно, ці люди, пока туди попадають, як-то меніються. А сьогодні я понял, нет, вони не меніються, вони туди не попадають. Ми їх с вами фільтруємо. Вот представляєте, приходиш навстречу і говориш, я нічого не роздам. А люди смотрят, і знаєте, таке жалення в глядах ти видиш. Тому що, коли ти розказуєш, як должно выглядеть держава, і за що це не должно отвечати. Коли ти говориш, як ми должны выбирати... Павелу, за счет моєго времени. Савик, можна загонити мене в долги? Це саме. Коли ми говоримо о том, що говориш економічну программу, у людей в глядах становиться скучно. А вот коли приходить, чоловік обещає, радостно, коли він дає пакунок в руки, люди имеють надежду. І потім опять його ждуть 5 років. Це наш принцип і стандарт. Тому, знаєте, я хочу... Я хочу всем на цих выборах пожелать. Первое. Беріть все, що дають. Як це, я говорив нашим колегам-коммунистам, на грабли надо вернуть народу. Я с ними в цьому вопросі согласен. Але всегда думайте. Остарожно. Це наше будущее. І знаєте, напоследок, завжди передають привет. Знаєте, там, тещу, тещу люблю, тоже ей привет, пользуюсь возможностью. Хочу сказати, що... Знаєте, у нас на округі є три района, де глави администрації, це Жашка, Звенигородка і Маньківка, які взагалі, чим вони займаються, за чим вони там знаходяться. Вони сьогодні себе полгода назад вже чому-то выбрали кандидата, який победит за людей. Вони сьогодні с ним, як списанная торба, таскаються по округу. А ми робили на цій неділи замери. І я кажу, люди, видавши види рейтингу партий, вони дуже дивились. І я думаю, що партийні лідери цих людей тож дивяться, а скільки партия наберет нам це в округі. А почему? Тому що чоловік, який не тягають по округу, має 40 робочих місць. Реально, роботи 150. Остальні получають зарплату в конвертах. А рядом знаходиться Жашковський сахарний завод, який в цьому році розрізають. І глава администрації пальцем не пошевелила на цю тему. А ви знаєте, раніше б за це, наверное, снялися з роботи. І ще в іюле, почему не пускається завод? І в Звенигородці санаторій Радон не роботає. Тому, коли ви йдете на вибори, будь ласка, люди Верховного Раду попадають не з Києва, вони попадають з місць, от вас. І, будь ласка, можна, щоб не за пакунки, за це? Всего доброго. Спасибо, Савець, вам.